Когда мы договаривались об интервью с нашей гостей в студии, сегодня это Мария Викентьева, главный специалист Департамента здоровья. Поводом для приглашения стали сообщения о том, что после зимней спячки вновь появились клещи. А значит, вернулась весенне-летняя опасность. Но погода изменилась. И может быть, тема стала неактуальной. Узнаем у нашей гости, которая убеждена, что начало апреля самое время для такого разговора. Мария, добрый вечер. Здравствуйте. Так все-таки рано ли мы начали вспоминать о клещах, потому что за окном снег или самое время? Самое время. Может быть, конечно, для севера это самое-самое-самое начало. То, например, для юга Эстонии это уже самый разгар сезона клещей. Да, конечно, погода не такая приятная. Но в целом те, кто клещи уже проснулись, они просто посидят сегодня дома. А завтра, когда выйдет солнышко, они снова выйдут и будут очень рады видеть всех у себя в гостях. Мария, чем же так опасны клещи? Почему нам нужно их опасаться? Клещи кусаются и тем самым передают человеку и любому животному, которого они кусят, возбудители инфекционных заболеваний, вирусы, бактерии. И вакцинироваться нужно, потому что если от большинства бактериальных инфекций есть очень хорошее лечение, которое легко проходит от вируса, никакого лечения нет, есть только симптоматическое. И именно против вируса помогает вакцинация, чтобы не заразиться и не получить осложнение. Получается, что от боролиоза нам помогут медикаменты, лечение есть, а вот энцефалит здесь спасает только вакцина. Да, ну, конечно, можно не получить клеща, это самая лучшая защита, но вы правы. Что же делать? Если, например, человек днем погулял в лесу, погулял с собакой, сходил за грибами, неважно, а вечером обнаружил у себя такого маленького черненького непонятного клеща, который уже укусился, то есть он уже, получается, зафиксировался на коже, что делать? Страшнее, когда это красненький, потому что это женщина, и она более чаще переносит чего-либо. Но и черненькие, маленькие тоже опасны. Нужно как можно быстрее убрать этого клеща, то есть вытащить. Не надо никуда бежать и ждать по три часа в экстренной медицинской помощи. Нужно самому как можно быстрее вытащить клеща. Как это делать? Очень много разных способов. Есть специальные приспособления, которые помогают вытаскивать. Они есть как в зоомагазинах продаются, так и в аптеках. Можно даже элементарно взять нитку, обвить лосо вокруг клеща и тем самым его вытащить. Главное действовать аккуратно, без паники. Да, именно без паники. И самое главное – это взять как можно ближе к коже клеща. Не стоит брать его голыми руками, лучше вспомогательными какими-то средствами и не сдавливать самого клеща. Очень часто люди считают, что они могут подцепить клеща, где-то гуляя на природе, где-то в лесах. Но ведь на самом деле даже перед домом на газоне он их может поджидать. Да, это так и есть. Сейчас озеленение городов – это очень большая тема, экология, защита и так далее. Это несет с собой не только защиту окружающей среды и увеличение зеленых зон, но и также увеличение животных вместе с ними и клещей на территории города. Итак, сегодня, если человек принимает решение, что нужно пройти курс вакцинации, сколько этапов и как это делается? Если он еще никогда не делал, то прямо сегодня он сделает первую, через месяц он сделает вторую. И на целый сезон может в целом забыть, он будет защищен. Но обязательно нужно через год повторить последнюю, третью вакцинацию, чтобы закрепить этот эффект на более долгий срок, который первая ревакцинация должна быть через три года, желательно, но в целом может быть уже и через пять. И следующие тоже три-пять лет. Мария, спасибо вам большое. Будем беречь себя. Поразительно, но окаменелых клещей находили в перьях динозавров, сохранившихся в янтаре, возраст которых исчисляется более 99 миллионов лет. У каждого есть возможность помочь себе и своим близким, защитить себя там, где существует риск укуса клеща. В чем нас и убедила наша гостья Мария Викентьева, главный специалист Департамента здоровья. Но мы переходим к другим темам. Продолжение следует...